Окончание большого этапа идет установка последнего блока купола. Всего на крыше стадиона установили 96 таких блоков. Строительство вступает в новую фазу. Последние 66 тонн полушутя приговаривают строители, устанавливая заключительный блок. Словно огромную мозаику, купол сложили из 32 металлических многокомпонентных консолей. И хоть вес каждой сотни тонн, работа эта ювелирная. Объем всей крыши, как 10 футбольных полей. Стадион сам по себе очень такой объемный, является сооружением уникальным. В частности, наша крыша, которая на этом стадионе, она выполнена из больших диаметров труб, требует больших усилий по сварке, определенных технологических переделов. Впереди новый этап – раскружаливание. Весь август строители будут убирать временные опоры, а не желтого цвета, и вводить в эксплуатацию уже построенные элементы. Купол будет держать себя сам. Работа кипит во всех уголках стадиона. Продолжается покраска металлоконструкции и нанесение антикоррозийного покрытия. Внутри арены ведутся отделочные работы. Укладывают плитку, штукатурят стены. Рабочие прокладывают коммуникации, устанавливают систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Почти завершен монтаж внутренних и наружных витражей. Установлена большая часть дверей. На стройке трудится больше двух тысяч человек. Многие уже строили крупные спортивные объекты в других городах. Признаются, стадион в Самаре уникальный. Он может использоваться не только как спортивный стадион, но и как выставочный центр. Здесь возможно проведение спортивных мероприятий по совершенно различным другим видам спорта. То есть его основное отличие – это универсальность. Территорию вокруг стадиона тоже приводят в порядок. Расчищают от строительного мусора, выравнивают поверхность, у входов уложили асфальт. Также к сентябрю планируется подготовить поле для устройства газона. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.